Уходят из России инвесторов не больше, чем, скажем, до начала экономического кризиса, равно как и приходят тоже. Можно сказать, что вот этот вот украинский кризис и вот этот разговор вокруг украинского кризиса про мифические санкции, он скорее носит эмоциональный характер, создает такой эмоциональный фон, то есть некомфортный эмоциональный фон. В том числе это, конечно, влияет и на ведение бизнеса, то есть по разным причинам. Но говорить о каких-то серьезных экономических показателях, которые упали, то есть там стало меньше инвестиций, стала меньше, не знаю, собираемость налогов, поступление в бюджет и так далее, не приходится на сегодняшний день. Более того, после недавнего исторического решения по газу с Китаем, наоборот, ряд экономических показателей российских основных индексов пошел вверх. И самое интересное, что и поднялась активность в том числе и европейских контрагентов. То есть, с одной стороны, Россия показала альтернативу миру вместе с Китаем, а с другой стороны, европейцы понимают, что их, по сути, обманули собственные правительства, которые говорили, мы сейчас их чуть-чуть прижмем и потом дальше опять будем что-то делать. А Россия уходит от этого прямого взаимодействия. И это, конечно, не может и настораживать европейский бизнес. Европейский бизнес возмущен. Европейский бизнес, на мой взгляд, сейчас будет еще активнее давить на правительство своих стран, чтобы поскорее выровнять эти политические отношения с Россией, которые вот по этому украинскому недоразумению оказались в таком двусмысленном состоянии. Редактор субтитров А.Семкин